Всем привет! Мне подарили удочку, и мы сегодня на рыбалке ее опробуем. У меня, кстати, также к ней новая катушка с Алиэкспресса, называется Йо 4000, не знаю как. Ну а удочка фирменная, самовская. Так что мы сегодня будем пробовать еще один уникальный эксперимент. Будем ловить на красного и на белого одновременно, на даугаве. Поехали! Вот так вот, одного пинка на краешек совсем. Ай, не хочет. Ну, пускай так, ладно. Вот, получается так, два белых, один пинк. Черви у нас лесные, просто случайно шли по лесу столько червяков, прямо на тропинке были. Я так боролся с ней, а она просто оказалась такая маленькая. Я забыл, с крафтным плавничком это густерка или что это? Короче... Красноперка. Или красноперка. В общем, меня что-то сегодня совсем отключает. Забыл, что это за рыба, да? Но жирненькая, маленькая, но жирненькая. Я все-таки думаю, надо ее оставить. Как оставить? А коту? Ой, у нас же кот. Ну, это, кстати, клюнуло на белого просто. Ну, пошли угощать кота. Я бы, конечно, сам бы такую съел на сковороде, она толстенькая, как будто очень вкусная, обжаренная была. Но, мистер кот, ваша очередь. Держите. Гордый. Он ушел победителем. На красного не клюет, поэтому мы будем пробовать на ту удочку делать бутерброд. Вот, по-моему, пока я одеваю, у меня уже та удочка начинает поклевывать. Хочется поймать что-нибудь необычное на это. Поставьте лайк за то, что мы покормили кота, как обычно. А вообще, самое бы лучшее было бы, конечно, если бы какой-нибудь добрый человек подписался на наш канал. Это была бы самая лучшая награда за то, что мы покормили кота. Спасибо. Это крутой подлещик. И клюнул он как раз-таки на бутерброд. То есть, ну, красный червяк и белый. В перемешку. Неизвестно, конечно. Та удочка тоже клевала. Ну, посмотрите, какой красавец хороший. Так что, если считать наш эксперимент, то клюет примерно одинаково. На бутерброд или на белого. Ну, просто на красного, что-то как-то так. Не очень клюет. Вот так каждый раз начинает клевать, когда какой-то корабль начинает шевелиться. Вот, видите, выплывает от пристани и все время сразу поклевка. Ну, давай кораблик, дай нам рыбы. Красный червяк еле живой. Что-то не идет этот красный. Хотя одну рыбку поймали, но все равно. Попробуем надеть червячка по другому методу. Вот так. Внешне я понимаю, тебе неприятно вдруг. Но ничего не поделаешь. А кто знает, может, хищник вернулся уже с моря. Ну, он просто засалакал и уходит. Закинем. Я не понимаю. Его реально кто-то откусил. Вот. То есть, это эффективно. На самом-то деле выходит, что насаживают так червя. Но при этом, я не знаю, может, это и краб. Тут пусть-то заплывают какие-то. Ко дну корабля прицепляются. Но факт остается фактом. Хищник плевал. Подкормочки, подкормочки. Супер. Закидываем. О! Хорошая. О! Хорошая весть. Ну, в любом случае, выиграл белый червяк. Но, конечно, на красный мы ловили меньше. Вообще, я хочу сказать, что с моря в реку рыба зашла. Это точно. Поэтому те, кто ждут этот момент, могут начинать уже рыбачить. Особенно в кенгараксе сейчас. Я могу как прогноз для рыбака сказать. В кенгараксе во всю рыбу идет уже. А на этом мы закончим нашу рыбалку и наш эксперимент. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!